Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала в Сидмеерс Цивилизейшн 6, в котором я играю Зак Хмеров против шести соперников. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Всегда лучше смотреть с самого начала, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к видео имеется. Ну а всем остальным, приятного продолжения просмотра! Ну и не так быстро держал, не стоит. Где он? Я нашел первый французский город. Теперь внезапно выяснилось, что у нас на карте много золотой бюрдешек. Ну что есть, то есть. А ты не построил эти розы, да? Теперь западет. Я рынки в них не строил, потому что мне это нужно было баллонно засуществить, чтобы науку получать. А рынки они. Слушай, ну Египет-то, я не понимаю, чё мир-то не заключить-то? Ну сейчас уже заключать надо, я просто не знал, что ты скорее помирился. Ну как можно было это пропустить? Он хоть два или три назад заключил. Ну вот проморгал в угаривании. Только-только зря эти арбалеты... Ну блин, я не знаю, тут столько зря армии слил. Просто вот ради чего? А, я согласен. Ну ты ж упоролся в меня, а не в Корею. Где я упоролся в тебя? В каком месте я упоролся? Я у тебя захватил город... Ему когда на себя напал в Корею, я просто потерялся моему захвату, а не корейскому. Ну и потому что у меня юниты около тебя стоят. Если я сейчас ломанусь бежать туда-сюда и там ты берешь и тут, то это ни к чему хорошему не приводит. Я тебе предлагал мир заключить, я сразу перебросил бы туда юниты. Упоролся в тебя. Круто. Ну, очень я рассчитывал, что гораздо лучше это все пойдет. Получилось отвратительно. Тем более, он приходит ко мне рыцарями. И у меня рыцари, а у тебя коляски стоят тогда. Против кого мне лучше воевать, интересно? Ну, корея, хвачки, мы и стороны у меня. Алексей, ты еще живой? Да. Все было не зря. Тебе надо поставить вообще памятник фашистам. Ни один город остался. Но это, это Сталинград. Хоть и... 86-й ход, двое тебя пилили и так не пилили. Трое. Трое. Ну, индусов можно не считать. Ну, как-то не считать. У меня пришел, забрал город, который как бы тоже... Что-то мне давал. Ну, если бы не он, забрал бы конец. Нет, корейский сказал, что ему не нужен. Ну, это потому что индусы он захотел. Так что сделал, колеш? Ну, окей. Кто бы знал сначала, что так плохо выйдет. Так это достаточно. Ну, ты захотел на меня напасть. Ты прибежал колясками. Это все понятно. Ну, когда у тебя атака первая не получилась, все, заканчивать надо. Зачем? Ну, там видишь, там корец подключился. Он подключился не сразу. Ты... Скажи. Я думал, что передавлю. У тебя там так профинансировали хорошо. Нет. Тут важно, что я в рыцарей вышел. И вот тогда... Это важнее, чтобы я апнулся в них. До этого деньги как бы не нужны были. Ну, чем, нет грузба жвачка. Союз. Да. Если я в союзы вышел, то, конечно, союз. А-а-а. А так... Мне все так грустно, что... Ну, давайте сизиренить. Если уж не... Индус, давай ты мне этот город отдашь. Или, собственно, ходов через 10, мне придется опять нападать на тебя. Ты как-то... Ну... Сам понимаешь. Вы нественная гагачка какая-то. Я тоже уже в кофе мире так же не терять ничем. Можно не повоевать. Хотя, походу, сейчас там индус будет. Ой, индус-кореец. Тебя воевать. Ну, я не вижу смысла, и у меня атаковать. И у тебя юниты покачать. Мы сейчас району нужно строить, а не воевать. Такой у него юниты есть в районе строить. У тебя есть юниты, понимаешь? Они у тебя есть. Тебе не надо строить юниты. Они у тебя просто есть. Тем более, третьего уровня хвачка... Ой, я думаю, что он тебя просто сейчас сносить будет. А, ну вот сюда. А, это ты ему войну объявил? Ну, какого хрена он юниты ко мне ведет сейчас? Презентивно. Зачем ты напал? Я не понимаю. Я выставляю их вдоль границы города. Они у меня стоят непонятно где. Ну, не ставь юниты просто и тогда нападать не нужно. То есть, мне не надо ставить юниты внутри своей территории. Ну, хорошо буду знать. Ну, ты так их выставил, словно ты еще атаковать собираешься. Ну, у меня с востока нет никого. Если бы у меня был кто-то на востоке, я бы перевел их туда. Но у меня единственная граница с кем-нибудь, это эта граница. Ну, я вижу передвижение юнитов. Крыцарь в мою сторону подвигались. Я что, буду смотреть просто так, если ты молчишь просто? Просто молчишь. Так, а как насчет того сказать... Серж, я сейчас тебе объявлю войну, если ты тут будешь ставить. Зачем ты ставишь юниты? Ну, там типа вот общение вот это вот все. Не, общение не нужно. Люди не любят общаться в циве. Не любят это. Слушай, австралиец. Я вижу тут конфликт нами назревает. Какой конфликт? Просто фивы хотят быть австралийцами. Ты не понимаешь этого? Ты посмотри по мнению. Концуз дрожит дружно. У тебя золотой век, у меня темный. Ну да, я не собираюсь с тобой воевать. Я буду воевать, если... Как, мы проведем интервенцию против всяких вавстанцев. А можно так сказать братскому народу? Нео. Бразилия? Нео. Да. 500 золота захвачен. Я с тобой не буду воевать. Пригнать себе 500 золота. Ну, друзья, хорошо. Я тоже с тобой не хочу. Ты мне не интересен. О! Морской корейский город. Серж, может ты отобьешь эту Индрапуру? И смотри, у тебя будет получается в соседях Типа тупо твой вассал такой, который слабый абсолютно. А так у тебя получается, ну, в границах Индус, который силен. И может на тебя напасть, если что. Я в такой же заднице, как и ты. Подождение. Как ты может быть в такой же заднице, когда на тебя никто не нападал, ничего. Ты смотри, сколько у науки и франции, сколько у меня. Ну, это... Я не знаю, почему ты не строил кампусы. Ладно. Смотри. Ты, так как у тебя рядом есть вассал, то ты можешь со мной выгодные союзы заключать, которые никуда не денутся. И выгодные караваны отправлять. А со всеми остальными ты явно воевать будешь. Не хочу я ни с кем воевать. Я люблю домики. Да, но ты будешь развит, и они все к тебе придут потом. Кто они придут потом? Соседи. И не соседи, там кто-то вон. И эти... Ну, давай эти 250. Слушай, слушай, я не пойму, Египет, ты мне даже плантацию на сахаре не разграбил, что ли? Нет. Здорово. У меня просто... Я тебе не говорю, что сразу давай, давай частями. Ну, ты просто взял, напал. Не, ну слушай, Индропуру надо что у индуса забрать. И отдать прежнему владельцу. Ну, так я объясняю, почему это выгодно корейцу. У него будет два города, в которые он сможет классные караваны отправлять. Там заключен какой-нибудь союз экономический, например. Зачем мне это надо, если ты будешь потом побеждать религии? Серьезно? Сер, ты серьезно? Нет, ну, по крайней мере, ты будешь пытаться туда идти. Зачем я не понимаю? Как я могу религии вообще победить с двумя городами? У меня даже... Даже если предположить, что я построю вообще все, что возможно на веру, у меня... Ну, дай бог, если будет 20 вер и вход. Тут даже четырьмя городами. Если бы я хотел побеждать религии, я бы поставил четыре города и спокойно играл в четыре города, пытаясь победить религии. Но даже четыре города не хватает. Даже четыре города не хватает для победы религии. Алексей, я думаю, ты при своем красноречии спокойно договоришься, и тебя никто не трогать не будет. Так, меня трогать-то не будет, но один город — это одно дело, а два города — это совсем другое. Ха-ха-ха. Просто я не вижу причин, почему бы тебе с индусом не повоевать, не попрокачивать юнитов. Тем более он на тебя напал зачем-то в спину. Тебе даже ничего не надо, то есть он будет получать штрафы за войну. Ничего не знаю, я объявил официальную войну. Ребята, а вот тут где можно входить? То я вижу, вот тут война. Немного страшно. Тут нигде не придешь, тут везде юниты стоят. У официальной войны тоже штрафы. Я готов, короче, с Лешей договориться, если он мне поверх тех сто голды, которые он обещал, еще сто насыпать. Согласен, я тебе могу их прямо сейчас дать прямо. Ну давай. А что ты говоришь? Ну то, что я ему гордо возвращаю. Как все у тебя исправилось этот баг? Ну, вообще нет, но это надо под следующим ходом смотреть. Потому что мы как бы это загрузили, а оно сохраненное. Я думаю, что пересчитается все следующим ходом. Я думаю. Я думаю. Корея построила салоны. Вот это поворот. Война, уничтожение. Австралия уже выехала. Становил в соперниках Касавонт. А может доехать до Кореи? Скажем так. Как далеко от тебя Корея? Они соседи, граничные. Да не особо мы соседи. Но вы прям такие граничные. С городами, с городами Хмиро, да. А вот с его оригинальными городами, нет. Там и у меня город крайний. И там еще Бангар Пуне и только потом Корея. А то у меня просто чувство внутренней справедливости. Надо убить Корею. Надо убить Корею. Надо убить Корею. Он считает его своим, потому что он хотел там город поставить. Он даже называется Пиво. Что делать? Надо еще тут вот город где-то организовать. Что ты делаешь? Ты что там, проекты качаешь, что ли? Это вам любитель проектов. Кто? Это о ком речь? А в Австралии? Да. Эти развлекательные проекты. Пламя. Там просто двадцать давление это. Нет, это золотой верь, сто процентов. Там выше двадцать минут. Верь, вокруг Тимп четыре города стоит, которые на него давят. Понимаешь, ты вот Тимп выставил за эти горы, и они просто оказались под влиянием великой Осталии. Ну, у меня Тимп нет. У тебя золотой. Ну, что этот город воткнул лаунцестом. Не прошла у меня эта фигня. В общем, только зря я заставил вас полчаса фигней заниматься. Ну, было как минус, было минус пять усталость от войны, так и осталось. И чем, и теперь еще и на Индропуру минус два действует. Ну, вот как так? Чиверни, я могу, конечно, предположить, что, типа, слишком дофига я юнитов потерял, но оно же должно уменьшаться. А наоборот, с каждым ходом увеличивается усталость от войны. Что? Попробуем же пилить египет. Кто-нибудь хочет попилить египет? Я думаю, как мир не откажется. Да, я очень хочу, но что-то у меня сомнение, что у меня есть силы на это. У тебя же был отмечен лицарей. Ну, они и есть. А что, мне этого хватит? У меня вообще нечем сопротивляться. О, здорово, я готов египет пилить. Астралия, судья, вам не стойные действия Египта. Ты прям официальную войну собрался, мне? Фантомы, прикинь, это все из-за того, что ты просто не остановился вовремя. Да нет, там, ну, было бы, скажем, не так плачевно, но... Если бы я с тобой замирился, ты тогда в полную силу пошел на меня вместе с Австралией. Я? Я бы тогда в полную силу воевал с корейцем, и ему бы пришлось полностью меня выносить. И он бы полностью уже забрал, и меня бы не было тогда. Он бы замирился с тобой, он бы замирился с тобой. Зачем? Ну, так зачем. А, ты думаешь, я бы от него отбился там? У меня очень большие сомнения, что я бы отбился. Конечно. Он пришел ко мне рыцарями, мечниками и арбалетами. Ты ко мне тогда пришел, у тебя были только эти коляски твои. И там чуть позже арбалеты появились, и потом еще чуть позже рыцари. Просто я мог от тебя отбиваться. От него я бы, конечно, какие-то юниты ему убил, конечно. Но в итоге он бы все равно забрал мои города. А он потом схватит. Не, я думаю, с тем, чем ты отбивался против меня, ты легко отбился против корейца. Ну, то есть, теми же рыцарями. Пересадил Виктора в столицу. Легчайшим. Попробуем вернуться, забрав. Так, только мне надо какие-то... Ну, вот мне надо этот Дамрей. А потом уже, ну, может быть, у меня чуть менее плохо все было. Хотя, на самом деле, не уверен. Чего я такого мог принципиально другое возникнуть. Ну, кампус раньше бы стояли науки больше. Там, две третихи раньше бы открыл. Ну, у тебя были юниты, ты их построил. У тебя куча юнитов была, ты их мог сохранить. И, а, что там апаются? В рыцарей твои видите? Нет, они апаются в арбалете. В арбалеты. В арбалеты. В арбалеты, потом пушки. У тебя сейчас была куча армий. Ну, да пушит мне, далековато. Атака балеты, ну, у меня есть какое-то количество. Индус, отойди слоном, пожалуйста, хочу город поставить. Тут прям под меня. О боже, ну это прям атакать. Это просто единственное место, где я могу ставить город. Чё, Австралия получил бонус? Какой бонус? Ну, сто процентов. Те, Корея и войну гили. Корея в союзе вроде со мной. Это считается? Это не считается. Да, плюс сто процентов от модификатора. Есть. Ну, это вообще имба. Это было не зря. Египет, предложение. Найти будем еще. Ну, так, а чё ты? Инвиктус не забанил Австралию. Тут. 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 Вот. Вот. Культурка с наукой подъехали немножко. Комбэк. Извил. Ты догнал Египет? Да ладно. Ну, Египет отдал мне три своих города. Остальные просто, ну, мне их нет смысла брать просто, потому что они будут отваливаться в любом случае. Ну, вот. Апку еще можно попробовать. Видите, отправил. Сам решай. А где она находится? Апку. Ну, выше некая, левейшая. Ну, ты вообще как-то видишь без. Без сопротивления. Ты ж мог какие-то юнипасы. Ну, я ж... Я ж говорю. Мужкетеры от диггеров убиваются вновь. Притом, ну, даже количество не сопостоимое. Вот. Просто диггеры прикольные. У них еще плюс 5 болот в войне на чужой территории. Они как казаки, только лучше. ость, конечно... Странно. Я тоже могу покупать этих монахов. Чувственный. Я же не брал, что я... У меня религия не позволяет монахов покупать. Блин, хрень какая-то... Теперь позволяет. Я бы радовался. блин как там монахи 30 силы часто чего а подожди так это гуру это не монахи а у тебя монахи да проверь индус может это гуру аниманы у меня монах воин француза ты собираешься на индуса нападать на захочу немножко повоевать чуть нападает зачем-то именно на этого на индуса который блин лежит за 39 дней могу на базе ли у меня караваны по 35 золота идут у него это потому что у него золотой век не может естественно лоба в золотых веках сейчас на два хода всего астралийцы соглашение там прими мне тележ ищу кстати аку предлагаю что а наш город отправил в это египетские караваны тут хопса и закончился еще и выносят блин перед ногами не на при таком ослании яща отдам города лет такими тэнком если мне франция собирать и хочу вы хочу вы не играете не прошу за отдавание городов такое я не отдаю города просто так ты смотри у него там к корпуса к вы приехали а у меня слоны с рабами у него бомбарды там под моими горнами что я сделала твою хоть как бы хоть как-то юниты будет также тему сейчас как у египтяне не но у меня все вообще смотри тут 100 силы против 60 сил это же вообще не воюется 83 силы на 45 ну а на тоже если минус 5 вычесть у слона 40 у кого минус 580 двойное превосходство а он к тебе чисто на юнита пришел не плыл он просто пришел через образе образе на сыра с французский будет захватывать нужно все полоя ну он освободит стокгольм сначала антон бунис остальные города стокгольм должен жить но мне сообщили что франция была вынуждена объявить войну ты вынудил это семья у такого быть споты в итоге они оторвали мулана египет немного с опорочкой он сам себе вот не сказал что тут это принципиально потому что положение такое что я зажат между ну ты мог бы просто ставить карею кареи с костью в городах виде их меры и он отваливается по лояльности ну да и шить им дал города ну ты давай не тяни очень тебя прошу что в порядке да в порядке и а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Один ход не хватает DimaTorzok 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 нападешь на индус эту я тогда тоже на него нападу вы слышали об этом да ну только индус не слышал конечно так низко алексей но тем не менее мы этого ожидали я об этом конкретно сказал просто немножко я упорюсь и даже города смену не когда мне тут в общем не тут бомбардный два хода изучается сейчас там баллистика связь ну вот диггера убивают суицидится самое обидное что он и так был готов к повышению то есть он даже не покачается на том что покрыляет ну ну ты поможешь против концы сговорю тут против вармонгеров вот и франция вармонгер ну мы с францией друзьяшка он по моему со всеми заключил я ему когда хотел союз предложить я просто не мог у него совсем не было упси 5 у меня два союза я не мог союз предложить когда у нас был у меня есть братан бразильский мы с ним вместе будем тебя бить кенгурушник вот он ты в конце бразильца нанимать доброе создание я на самом деле делаю одолжение египту потому что он все равно так отстал что уже ничего не сможет сделать я предпозволяем выйти из игры достоинства я это осознаю и с большой благодарностью отношусь к твоему этому удару милосердия самое обидно что мне кажется что даже если бы не это упорка которая безусловно была ошибкой то все равно шансов бы не было против гиггеров ну смотри опять я не то чтобы особо люблю воевать то есть мы бы немного по упарывались по упарывались то есть даже просто чинка нападаешь там просто смотри вот в этом в этом классе в этот временной период следующие войска нормальные это ну пехота и до них просто далеко и даже а ты в них вышел и ход в реплейсе был паркер это и есть пехота они тоже технологии находят а даже по-моему раньше они находились в военной науке или нарезных стволах где-то там а теперь они находятся там где обычные от чисты уже в пехоте я туда шел нету ну короче вот мне кажется что даже при таком бы развитие он сильно отставал от тебя ты видишь я к тебе пришел тремя диггерами я вижу мне кажется их 4 было ну нет их было всегда 3 я больше просто не построил дубин изначально я в какой-то момент сам начале игры построил кучу дубин чтобы они потом опрылись в диггер поэтому это был долго играющий план на диггер и сколько обстою 135 рублей по моему всего хрена ну это со скидером а сейчас я буду делать то что давно не мог сделать и то почему я на самом деле удивлен что мне никто за это ничего не сделал потому что я не построил священное место в столице не мог разнести защиту то есть вы не видели что у него защитник веры не разнесен здорово смысле что это дает никому он не не работает у него просто не работает защитник веры и похоже никто и не собирается кстати если мы бонус прокачали и он не стакается то может быть по самое время бить ему войну по времени он стакается то есть если кто-то следующее время еще плюс будет 20 ходов а он разве 20 ходов а не 10 а не 10 при объявлении 20 при освобождении города поэтому вы можете я не против чтоб меня захватили один два города которые я освобожу все будет включать блин а как открыто будет активировался потому что они в союзе точнее будет союзе но мы в союзе но почему отработать он тебе объявляет войну и мы будем по идее тоже ну ну все просто если тебе объявляют войну то все а если бэгэшка если ты бэгэшка если бэгэшка объявить войну это же не считается по лоне там видимо цивилизация считается не стоит искать в этом смысл логик как написан нет это логично просто фишка в том что немного хреново реализовано выходит что это страна из этого имба то есть каком просто нападая на ищешь союзников объявляешь войну поводу адский да да при этом объявляешь на сам и буст получаешь сам вообще в самом жирном городе у меня бонус от этого 63 сколько сколько 63 всего или и бонус бонус всего всего нахрен он без демократии 120 место 1500 время даже болельщиками не могу убиться от гидеров но в муч ты еще и с олигархией конечно чё я лох что ли блин чё у тебя перед аркедетом от неровнины смешно нельзя стрелять даже ну что попробуй захватить все таки г а м у у у у у у воевал с бомбардами парашки очень слабые сколько там 40 ну так я говорю поэтому я бы на твоем месте воевал с бомбардами то есть убивал мои бомбардами хихихих не диггер ну тогда против бомбард но воевал француз а ты там с индусом воюешь нет видишь там конгольдис освободил можете австралиец хочу диггеров покачать ну я не против я вот говорю я знаю я даже особый господи 107 мощи это вообще закон не определенно австралию надо банить это ужасно вармонгер ская нация с очень мощными лидерами просто нас каточки еще специфически что везде как бы их основные конкуренты это пехотинцы пехотинцы 70 так так да карри отдыхает на этот счет корпусе это было бы 80 силы олигархия плюс олигархии темный век это было бы 89 107 т но без темного ну золотой я золотую менять меня золотой до третий подряд и немного стесняюсь потому что я вообще хотел там выйти чтобы капер построить но чуть не задалось и приходится окуковать золотом да так грустно на самом деле это не очень золотой для лохов темный для пацанов каждый раз еще надо постараться выйти в золотой а если ты выходишь в золотой значит ты не выходишь скорее всего в следующий раз в золотой ну в общем это же потом стакает ну после захвата вот этих трех городов ул и таки не прожили с ним уже вовремя прожилища и купил стакан он блин до сих пор принято что освобождаешь дают всего трех послан но это не много грима по идее по максимуму первым же залетный кто отправляет в город такую кучу нашли что сразу перекупают бразилийц хочешь дружить зачем все дружили с ним мир дружба диквина странная давай ты захватишь городах хмер и дашь мне хочу я не кто захватит городах хмера кстати австралийте союз там кинул по моему уже низко ходов не имеет немного воюю поэтому что так это будет короче ты прикупил стагон теперь наделать круг у меня учится такой вопрос а откуда у тебя уставец так много ну да даже больше чем к нему престижи дает район ну от чтим у меня у 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 SI ярмый городе по 10 науки просто страниц либо прими либо отклони другому кину союз процент по поводу можно бразилия дружба кстати у тебя даже ивну отваливается я думаю ракиде тоже будет отваливаться но они уже не отваливали область ну там оккупация да она закончится и это думаю я не знаю сейчас увидим ты атаковать ты будешь я говорю у тебя бомбарды город на холмах а дальше равнины я вот бомбарды только подвел блин а в чем проблема их диггерами атаковать диггер 107 против против 62 это ж вообще я забочусь о своих людях так они не пострадают особо не попробую щас чуть ну я вот следующим ходом выстрелить два раза по парту не вижу какого-то особого смысла начинать той стороны лёш тоже это отваливается ну то просто надо этого губернатора посадить у тебя есть есть пока лучше в других городах пускай сидит а индус чем индус дохнет от француза француз выносит совсем-совсем странно нет просто его ковыряют а можно спросить француза с чем-то вообще у него тоже интересно нахрен было переться в центр даже не твой сосед и чего ради потратил на это развитие не так если он не задавайте так все индусы захватит он получит все эти плюшки с его района во первых индус единство страны которые на море а у меня всегда до на море на воде я не знаю захватил в конце я не вижу чтоб ты это кораблями может ну это конечно немножко проясняет ситуацию ну просто и даже тяжело держать будет так конечно даст их можно профит получить большие высокие градации с карточкой за за голду и производство за города на в этом континете так самое главное кто нам может диггер да и а я тоже и все и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Большое разочарование Субтитры сделал DimaTorzok 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 Может он боялся, что ему придется воевать С Индией и Египтом в тот момент Но он вполне мог Выдержать их натиск Ему надо было реально Полностью меня Все мои города Забирать И он неплохо был расположен И получал бы этот бонус Что мне можно было В этой партии сделать К сожалению Из-за того, что мы играли на 7-ых А карта была на шестерых Самый маленький пятачок именно мне достался То есть у меня было бы возможность поставить 4 города, но это все Это все максимум И так как индус внезапно пришел прямо под мои границы и там поставил свой город То мне и четвертого города не удалось поставить Если бы он этого не сделал, то я бы хотя бы мог как-то развиться четырьмя городами И напасть, например, на того же корейца, попробовать его захватывать Это вполне могло пройти Но так как у меня было три города, стоял прямо у меня город Индуса И мне пришлось слишком рано начинать в войну идти, воевать с Индусом Потом это, так как у меня была армия, а кореец уже на другой стороне карты Пришлось на Египет нападать, как-то попробовать Ну, в общем, ситуация абсолютно получилась не в мою пользу Но, тем не менее, в этом и интересно как-то решать какие-то проблемы Победить не удалось, зато партия, сама игра получилась динамичной и полностью такой военной Надеюсь, вам эта игра понравилась И ваши мысли о том, что тут стоило сделать, конечно, пишите в комментариях Ну, а партия еще продолжается, смотрите Я тебе один разграбил, но только одели Я ожидал, что будет больше разграблений Виктус подорвался, он многих культурных проблем И будет уже поздно подрываться, потому что сейчас будут лунные проекты Все, там еще адское количество туристов будет у нас стране Ну, справедливости ради, у меня внутренних туристов уже больше, чем у этой штуки Потому что меня как-то очень напугало это количество туризма, заход Поэтому мы решили подстроить немного этих райончиков, которые даже не давали ничего Ну, если вы видели, там где я за Голландию играл Там Дим Кабау за Польшу победил и после лунной программы Там кто-то запустил лунную программу Ну, ему повезло Там повезло, я видел, ну, просто повезло там В чем ему повезло, зону ядерки поскидывали? Да, там не, он же там не добрал двух туристов Там потом на видеокачечке показано, что, типа, двух туристов не набран Нет, это не набрано, это не набрано следующим ходом Потому что он набрал, а когда следующий ход уже, они уже отмелись А если бы они были в другом порядке, то не пошло бы То есть, если вначале у того чувака, у которого была культура, повысилась культура А потом у чувака с туризмом повысился с туризм Да, да, ну и качечка 5, 5 производства ему не хватило для последней деталь Конечно, конечно, это будет смешно слышится, потому что я сам писал без доигровок Но никто не хочет доиграть в субботу Ну, если мы будем в субботу даять, то, наверное, я уже тогда не буду приходить Потому что бессмысленно Просто туда такая панель Не, ну, да, я понимаю, халерея, что-то надеется Ну, вот у нас катки-дерёшка, так и не пришло в итоге Закшмера, что уже там было У нас конговый игра на туризм Хотя, вон, смотри-ка Скорее, даже в 300 науки вход вышло Может, скорее, действительно хочет выйти Корее, если хочет выиграть Каждый участик важен, почему-то, потому что все-таки бомбы не важны, в конце игре, конечно, кто-то будет скидывать Я вообще не представляю, как можно быть ядерами играть, то есть я вот сейчас просто пролявлю, потому что вы знаешь, что, ну, что мне там прилетит одна ядерка Почему? Ну, почему? Ну, потому что... Смысл в том, что тебя могут закидать три человека десять, а ты мышки только три Пусть ты сможешь ответить семь Пусть я была бы пятна, сиди, так сказать, все кастрюлю Как было в прошлый раз у нас Не, пришел в том, что... Их много, но я, в принципе, ничего не могу сделать Просто они походили Ну, подвозь, подвозь лодки, что стоят, по всему берегу всех закидываешь Фишка в том, чтобы получить термоядерки, надо... Ну, просто видишь, сколько у него науки, пока ты получишь термояд Он уже все эти проекты достроит Идем на рекорд Копим тридцать тысяч до конца игры Сделал в блиншем Джинсы наши снимает Кстати, теперь это... Как Индия носит наши джинсы Скоро начнем слушать нашу музыку Может, пойдем спать? А ты признаешь союз... Ой, признаешь победу в Австралии? Да Серьезно, нельзя было шесть ходов подождать В смысле шесть? У тебя через шесть ходов улетал? Не, у меня через шесть ходов было бы тридцать тысяч золота Я тебе могу дать свои семь тысяч Типа ты... проекты за золото купил, не так Что? Не, проекты же нельзя за золото Ну я тебе о чем? Просто нравится иметь много золота Ну то есть... Давайте подождем шесть ходов, пока ему младь, но купит еще там пару тысяч Ладно, поздравляю Австралию с победой Ну, в общем, надо банить подобные нации Все-таки надо было больше банов Хотя бы по два бана, а не по одному Проблема пришел опять восьмой человек, как обычно Причем тут восьмой человек Просто тут лучше Я не вижу, я не вижу к этим по карте, что прямо у всех там дофига территории Прямо селиться Вот было гасить столица раньше, когда я продал про позицию Позицию не захотел Ну я не знаю, позицию от решающего голоса Чего он сидел Почему ты мог, ты мог бы было наперечь с этого края Слушай, индус, а Карфаген где был, там где Хайдер Абат стоит? Ну, Карфаген северник был Ну, сосед, где Ну, вот, делаю, видишь, кампус и этот Там там где-то, 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 где-то Я испугался То, что у индусов всегда были на море почти, я думал, что Если я его вынесу, тогда мне не будет вообще проблем с пасскими, концы концов Мне кажется, зря пошел, мне надо было тазарский, надо просить обращать Так, а как у тебя могут быть проблемы с индусом, если он отстает офигительно по науке? Какие у тебя могут быть проблемы? Нет, тогда он очень не уставал, когда мы выходили бы в ранней стадии Ну, как не отставал, у него было, по-моему, 60 науки максимум Второе, как у всех остальных уже 130 То есть, как-то, ну, я не знаю Потом я еще провалился там до 20, жестко из-за усталости Мне, наверное, надо было скидать на бразильце Хотя у меня такие были Конечно, конечно Хотя надо было захватывать бразильца Захватывать бразильца, у тебя куча просто Я был в... Ну, говори, коронав по 29 золота Ну, отправил бы к кому-нибудь другому караваны Захватил бразильца Потом бы отправили Да, и там тебе уже до Австралии недалеко Но Австралия, известно, что он прав У него эти диггеры, конечно, не убивали все То есть, у меня армии танков были слабее, чем он диггер Ну, вот вспомни нашу с тобой игру Когда у меня армии танков были слабее, чем твои казаки Защитник веры, это жесть Проблема в том, что Леша не пошел в Веру Этот построил, как он хочет, забрал себе защитника на изи Не, вы просто не смотрели, что у меня защитник Вера не разнесен Я его надежу разнесу За этим неважно, это же было неважно Твои диггеры и безочника Веру убивали за всех А не пошел я в Веру, потому что Индус мне не дал четвертый город нормально Вот у меня бы стояли плотненько четыре города рядышком друг с дружкой И вполне можно было бы играть, что-то делать В итоге Индус поставил город и... Все пошло не так Нет, тут надо все-таки как-то... Меня больше всего смущает генерация карты действительно Потому что, если так территория еще примерно одинаковая у всех То кто-то рядом, а кто-то далеко, это не дело Ну вот, смотрите, у нас, у меня от моей столицы до столицы корейца Раз, два, три, четыре, пять, шесть клеток До столицы Индуса Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь клеток То есть, я между двумя столицами, на которых шесть и восемь клеток Ну да, надеюсь, больше повезло А какая у вас австралийца столица? Канбера А, я ее не вижу, видимо Ну, у вас намного дальше между... Сыриклеток 12 между... Египтом Больше, больше Я вообще здесь один появился, можно сказать Ну, Париж и Рио-де-Жанейро поближе находятся Я, на самом деле, еще два хода шел, там первый Потому что у меня, как вера, спаунилась по одной клетке от тундра Спасибо, что досорели до конца Я, Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео У меня к вам несколько просьб Во-первых, не забудьте поставить лайк А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досорели до конца Видимо, оно вам понравилось Я вам буду благодарен И это поможет распространению моего творчества для более широких масс На этом все Играйте в умные игры Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо